Привет, ребята! А вы слышали сказку Теремок про свинку Пеппу и ее друзей? Если нет, тогда скорее подписывайтесь на канал и смотрите этот мультик! Однажды свинка Пеппа решила построить теремок, но не одна, а при помощи настоящих строителей. Вместе с Джорджем они помогали класть кирпичи и не забывали про специальный раствор между ними. Строить дом было нелегко, но очень интересно! Пеппа и Джордж, какие же вы молодцы! Так мы с вами быстро управимся! И правда, на следующий день в дом уже установили окна. Пеппа выбрала окна прямоугольной формы и это был превосходный выбор. Затем установили крышу. Папа свин тоже участвовал в стройке и помогал им. И дом решили покрасить в желтый солнечный цвет. Возле дома даже установили горку, чтобы было весело гулять на улице. Какой замечательный теремок получился! И вдруг к нашим героям прилетел Ред из ангреберц и спрашивает. Терем-теремок, кто в тереме живет? Я свинка Пеппа, а ты кто? А я Ред из ангреберц. Иди ко мне жить! Ред залетел в теремок и стал в нем жить. Вдруг с веселым лаем прибежали гонщики-крепыш. Терем-теремок, кто в тереме живет? Я свинка Пеппа и Ред из ангреберц. А вы кто? А мы гонщики-крепыш из щенячьего патруля. Можно мы будем жить в твоем красивом доме, Пеппа? Конечно! Редом за ними прибежали Скай и Маршал. И мы, и мы хотим жить в таком красивом теремке с нашими друзьями, сказали они. Конечно, давайте жить вместе, ответила Пеппа, ведь она была очень доброй и гостеприимной. И тут на огромной скорости подъехал Вспыш. Терем-теремок, кто в тереме живет? Я свинка Пеппа, Ред из ангреберц и щенячий патруль. Ух, как здорово! Можно я буду жить с вами? Спросил Вспыш. Вспыш, но ты же должен жить в гараже, ответила Пеппа. Но затем передумала, ведь она была и правда очень доброй. Хорошо, оставайся! Вспыш был так рад, что заехал в дом и стал по нему кататься. Вдруг стало сильно пахнуть бензином, и воздух стал загазованным. В теремке Пеппы стало трудно дышать всем его обитателям. Пришлось открывать все окна и даже вызывать строителей, чтобы снять крышу и выпустить облака. Что же делать? Думали, думали наши герои и решили вместе построить новый дом. Да еще больше и с пристроенным гаражом для вспыша на заднем море. Стали наши герои вместе жить-поживать да добра наживать. А если вам понравилась эта сказка, обязательно ставьте лайк под видео и подписывайтесь на наш канал. До новых встреч! Пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!